ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Она относилась к нему как к другу, знала все изъяны своего оружия, считала его живым, тщательно ухаживала. Была единственной девушкой в своем подразделении и при этом лучшим пулеметчиком. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Роль пулеметчицы сыграла Наталья Оренбасарова. Документальных кадров с Маншок не сохранилось. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ БУСИНКА в Западном Казахстане, в Уральской, как тогда она называлась, области. В 10-летнем возрасте девочка осталась сиротой. Выросла в Алма-Ате в семье родственника, известного врача Ахмета Маметова. До войны успела закончить два курса в мединституте. На фронт ушла сразу, решительно и не посоветовавшись с родными. Сначала была писарем в штабе, затем медсестрой, но рвалась в бой. Прошу отправить меня на фронт вместе с братьями и сестрами для уничтожения фашистских разбойников. Так как послать на фронт нет ни брата, ни сестры, поэтому прошусь сама. Заявление Маншук Маметовой. Сама изучила систему работы пулемета «Максим» и добилась перевода. Стала командиром пулеметного расчета 21-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта. Быстро распространилась слава о старшем сержанте Маметовой, о стойком солдатике. Ты что? Ты что, Федева? Вот обратите внимание, сейчас мы находимся в 11 микрорайоне нашего города. Это набережная улица Герой Советского Союза Маншук Маметовой. Почти в каждом городе Казахстана есть что-то, связанное со светлым именем Маншук. Гиды, хотя и в тысячный раз, но с гордостью, рассказывают о ее подвиге. Маметова стала первой женщиной-казашкой, удостоенной звания Герой Советского Союза. Наши закрепились на крайне. У живых одна трещь часть и один пулемет. Маншук Маметовой? Так точно. В том бою за освобождение города Невеля 15 октября 1943 года Маншук погибла. Отстреливалась до последнего патрона. Уничтожила 70 вражеских солдат. К награде ее представляли уже посмертно. Через неделю ей исполнился бы 21 год. Субтитры создавал DimaTorzok